МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите выпуски, знать историю и уметь работать в команде. Региональный этап военно-спортивной игры «Победа» прошел в Биробиджане. Они пишут новую страницу театральной истории автономии. Генеральным репетициям приступила труппа спектакля по станции «Потихонькой». Не превращать отдых в трагедию о мерах безопасности на воде перед наступающим купальным сезоном говорили на Авторадио. Региональный этап военно-спортивной игры «Победа» провели в Еврейской автономной области. Мероприятие, перенявшее по сути традиции Зорницы, собрало 8 команд. Участниками игры стали юнормейские казачьи отряды, школ и общественных организаций. Проводится победа в ЯУА уже не в первый раз, но в этом году организаторы постарались выстроить этапы максимально идентичному тому, как они проводятся на всероссийском этапе состязаний. К традиционному РХБЗ, стрельбе, медподготовке, строевой прибавились и новые элементы. Одно из новшеств – это то, что у нас в этом году будут они связь восстанавливать по полевому телефону. Один из интересных моментов – это будут отстреливать по мишеням из биатлонических маркеров. Стараемся делать максимально полезным, насыщенным и интересным такие мероприятия. Мероприятия патриотической направленности для подрастающего поколения широко поддерживаются правительством Еврейской автономной области. Оказывает всевозможную поддержку и фонд «Защитники Отечества». Я считаю, что патриотическое воспитание молодежи является наиболее важным направлением в сегодняшнем мире. И фонд «Защитники Отечества» оказывает всестороннюю поддержку патриотическим клубам Еврейской автономной области. Патриотическое воспитание занимает особое место и в казачестве. А оно всегда шло бок о бок с верой. Церковь также всецело поддерживает это направление. Дети за это время уже подружились и сформировалась такая команда ребят, которые друг друга знают, живут вот этим духом любви к своему отечеству, любви к своему делу и растут такими достойными людьми. Готовились ребята к игре заблаговременно, усердно тренируясь и отрабатывая необходимые навыки. Боевой настрой участников был на высоте. Каждая команда прилагала всевозможные усилия для того, чтобы одержать победу. Ставку делаем на огневой рубеж. Стрелять у нас люди умеют, стреляют хорошо. Ставку делаем на РХБЗ. А также усердно последние месяцы мы готовились к строевой подготовке. Бронзовый кубок игры взяла команда Биробиджанского военно-патриотического клуба «Юный патриот Орлы». Второе место за юнормейцами из Биракана. Победителями стали казачата Свято-Никольского храма «Ратники». Теперь они получили возможность представить ЕАО на всероссийском этапе победы в Москве. Андрей Кирюшин, Кирилл Цирульников, Новости 21. Премьера мюзикла по станции «Потихонькой», посвященного освоению территории Еврейской автономной области и приуроченного к ее юбилею, обещает стать одной из самых ярких страниц театральной весны в автономии. В большом творческом коллективе выйти на сцену готовятся и взрослые, и начинающие артисты. Основная работа уже проведена. Отрепетированы и поставлены все сцены, подготовлены декорации и реквизит. С помощью пирамид наши ребята их переставляют, создают новые сцены. Например, сцена с поездом, где пирамиды переставляются на колесах и выглядят как настоящий поезд. У нас очень много реквизита. Это лавки, столы. Это все делалось и готовилось задолго до мюзикла. Неотъемлемая часть актерской игры – это реквизит, и мы очень бережно к нему относимся. К созданию образов также подошли очень скрупулезно. Костюмы подбирались максимально аутентичные эпохи, обыгранной в мюзикле. Что-то было в запасниках театра, что-то пришлось искать на стороне. И, как отмечают артисты, такой подход позволяет упростить вхождение в роль, хотя, конечно же, главным остается знание персонажа. Нужно его чувствовать. Н.К. Казакевич – он поэт. Ну, я сам такая натура творческая, получается, люблю очень сильно литературу. И было довольно-таки легко вжиться в эту роль, потому что я также люблю и стихи, поэмы, пьесы. И поэтому было очень легко вживаться в эту роль. Премьера мюзикла «По станции потихонькой» состоится уже 18 мая. Массовый зритель сможет ознакомиться с постановкой 31 мая. Проект реализуется при гарантовой поддержке правительства ЯО на реализацию общественных инициатив населения в социальной сфере. Никита Натапов, Андрей Кирюшин, Кирилл Цырульников. Новости 21. С наступлением тёплых дней всё более актуальной становится безопасность жителей автономии на водных объектах. О мерах предосторожности на воде и деятельности Государственной инспекции по маломерным судам говорили на Авторадио. Основной задачей нашей инспекции является обеспечение безопасности людей на водных объектах. Соответственно, уже из вытекающей задачи мы осуществляем как Государственный надзор за маломерными судами и Федеральный государственный контрольный надзор за безопасность людей на водных объектах. Со сходом ледового покрова на внутренних водоёмах области открылся период навигации, в том числе на судоходных реках Амур-Итнгусска. С наступлением тёплых дней количество плавсредств на водоёмах будет только увеличиваться. Необходимо заметить, что в соответствии с правилами пользования маломерными судами на водоёмах Российской Федерации, даже суда, которые не подлежат регистрации, то есть судоводители, они подлежат административной ответственности, если не обеспечили безопасность пассажиров. И именно использование жилетов во время движения маломерного судна. Ну и, соответственно, за управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. 1 июня в Яо начнётся купальный сезон. На двух пляжах Биробиджана будут действовать спасательные посты. У других мест отдыха около воды обновят знаки «Купаться запрещено». При этом граждане должны понимать, что их безопасность находится в собственных руках. То есть необходимо находиться на водоёме в адекватном состоянии, то есть в трезвом состоянии, так скажем. Не купаться в незнакомых местах, соблюдать все требования и рекомендации, которые существуют. И плюс ко всему, обещать контроль за своими детьми. Полную запись эфира смотрите на портале reabir.ru. Сергей Шихов, Богдан Патрин, Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин